Рады видеть наших дорогих братьев и сестер из Минска. Они сегодня будут участвовать в первой части богослужения. Поэтому добро пожаловать в Бобрусь, в церковь Слово Надежды. Рады вас видеть. Пожалуйста. Я просто спорт люблю, поэтому решил сэкономить время. Мне и так немного дали, поэтому таким образом. Слава Богу, мы первый раз у вас. Немножко ваша церковь напоминает, в Украине есть церковь, в Нововолынске. Вот встал, посмотрел, очень похоже. Я хочу немножко сказать, поблагодарить за радушный прием, потому что мы вчера приехали, почти целый день были с вашей молодежью. И знаете, чувствуется теплота, радушие, гостеприимство. В общем, согревается сердце. И слава Богу, что Господь в вас производит вот такие вот качества. И я хочу немножко рассказать о том, как Бог призвал меня к себе. Я родился в неверующей семье. Вторым ребенком у меня еще старший брат есть. И у меня хорошая семья, без вредных привычек. И можно сказать, как цветок, который был обогрет солнцем. То есть любовью, лаской своих родителей, бабушек, дедушек. Вот так вот я рос, так я формировался. Занимался плаванием, спортом до девятого класса. Был хорошистом в школе. В принципе, ничего плохого не было. Но в девятом классе у меня были небольшие проблемы со здоровьем. С плаванием пришлось завязать. И я связался с компанией такой. Может быть, кто-то из вас знает. Субкультура есть такая. Панк-рок. Панки. И я тогда слушал Короли и Шут. И вот с ними у меня завязалась вот такая вот дружба, беседы, диалоги. И вся моя жизнь пошла под откос постепенно. Все вот эти ценности, они пришли в мою жизнь. Я поступил тогда в колледж после девятого класса. Не хотелось мне учиться. Я постоянно как бы проводил время с ними в компании. Мы собирались в Минске. И учеба пошла под откос. Я забрал документы через полтора года обучения. Родители тоже отношения испортились. С братом тоже самое. Но я думал, все хорошо. У меня есть друзья. Мы начали тогда играть уже вместе, записывать музыку. И я думал, все в жизни идет хорошо. И вот один из парней, такой самый продвинутый в нашей компании, он предложил попробовать легкий наркотик. Такая галлюциногенная трава. И мы собрались в Минске. У нас там парк небольшой дома. И мы вот туда пошли. Нас было пять человек. И когда я увидел, что с ребятами творится в процессе вот этого, вот принятие наркотика, мне было и смешно, и страшно. Я думал, человек попал в какую-то страну, не понимает, что там происходит. И я смеялся, а внутри было страшно, что я же скоро вот это вот самое переживу, почувствую. И когда очередь дошла до меня, мне очень не хотелось, но чтобы как-то не прослыть слабаком, я сказал, ну ладно, давайте. И когда я попробовал, мне стало настолько страшно, что мое сердце вот-вот взорвется, вот просто остановится. И я быстрее пытался выйти из вот этого состояния наркотического. Через пару минут вышел, но какой-то такой страх навис надо мной. На следующее утро я просыпаюсь, вроде бы все хорошо, ничего не болит, ничего не страшно. И тут ни с того ни с сего на меня страх, что сердце вот в любую секунду остановится. И мне настолько стало страшно, я закутался в одеяло, ходил по дому, пытался успокоиться. Успокоился, но вот этот страх, страх постоянный, как фобия, то есть без причины я просто боялся, что сердцем что-то случится. Остановится, взорвется или что-то еще. Я в любую секунду могу умереть. И я отказался от всех вредных привычек, которых, в принципе, у меня и не было. Начал заниматься спортом, физкультурой, правильное питание, в общем, все, чтобы поддержать здоровье. Хотя с сердцем, в принципе, это проблем не было. Но я понимаю, духовного плана были проблемы. И, в принципе, ничего не помогало. И, знаете, как-то так трудно все это было. Депрессия такая пришла на этом фоне. Я помню, взял у тети своей книгу два таких больших тома «Жизнь и здоровье мужчины». Думаю, почитаю, обогащусь знаниями о здоровье, обо всем, как нужно жить. Начал читать, и там был раздел такой, связанный со смертью. Я до него дошел, думаю, ну, интересно, что тут опишут. И момент такой, что все люди умирают, все задумываются о смерти. Кто как понимает, что такое смерть, и меня как будто осенило. Я же когда-то умру. И мне так стало еще хуже, не по себе, так страшно. Я же вечно жить не буду. Жил бы 60 лет, 100 лет, миллион. Придется потом со всем расстаться. И так стало грустно, так стало, знаете, а в чем смысл вообще жизни тогда? И новые поиски смысла жизни. И как-то я вот не мог прийти к какому-то ответу. И настолько я уже, знаете, в безнадежность какую-то впал, что не видел, как бы, в чем смысл жизни, в чем цель. Такая вот трудность была. И в подъезде одном со мной есть брат, который в церковь нашу ходил. И он мне засвидетельствовал. И, знаете, когда вот эти вот моменты встреч наших были, в этот кризисный мой момент, то для меня это был как лучик такой надежды, как свет. И мне хотелось постоянно вот пообщаться с этим человеком, с этим братом. И вот он мне говорил, и для меня это была надежда. И я помню, однажды сидел дома после наших вот таких встреч. Был декабрь, уже снег выпал. Я был один дома. И вот поел, в зале сидел у нас, и думаю, Господь, если Ты есть, я вот так мысленно произнес, и я Тебе не безразличен. Дай мне знак, пошли живое существо. Я вот так сказал, прошло, может быть, 40 секунд, я пошел на кухню. Там моя мама яблоки обрезала, и вот лежали просто яблоки на столе. Я поднимаю яблоко, и на яблоке сидит паук. Я на него начинаю смотреть, и паук на меня смотрит, наверное. И вот такое у нас действие было, секунд 30, наверное. Я стою и переосмысливаю, что произошло. Для меня это было свидетельство, я такой логик начал сопоставлять, когда я видел этих пауков, что было. И понял к выводу, что не часто они у нас бывают, причем на свету и в такое время. И две мысли тогда пронзили мое сознание. Первая мысль, что я не одинок, и меня это поддержало, вдохновило. Надежда такая появилась. А второе, что всю мою жизнь, все мои дела кто-то знает. И стало, знаете, так неуютно. И я решил, надо узнать, а кто такой Бог? У меня вообще не было понятия. Я тогда был в ВКонтакте, в социальной группе, и думаю, самый простой способ. Ввел группы там о Боге. Там выбило их кучу, и самую большую, 10 тысяч там было, или сколько подписчиков, мне выбило. Ну, я туда нажал. Слава Богу, что это оказался христианский Бог, не мусульманский какой-то. И я вот оттуда начал что-то впитывать. Там рассуждения какие-то были. Прошло два месяца, мои такие размышления. И я позвонил этому брату, который мне свидетельствовал, говорил, надо мне быть в церкви. Ну, и вот так я начал ходить в церковь. Мне очень понравилась и компания, и все. Но, знаете, я ходил, но вот чувство депрессии такое, чувство тяжести, оно постоянно висело надо мной. Я думал, я уже на тот момент ходил на все собрания, все, что мог делать, делал. Я думаю, почему Господь, почему оно висит, почему оно не прошло куда-то. И вот уже прошло около семи лет с того момента, я к такому выводу пришел. Если бы Господь, наверное, сразу вот это вот снял, вот это состояние, то я в церкви бы не задержался. А вот эти стесненные обстоятельства, они как бы меня вынуждали или побуждали к тому, чтобы искать Бога. И вот закрепиться в Боге. Если бы этого не было, то не знаю, стоял бы я на этом месте или нет. И как что потом вышло? Прошло где-то полгода, я уже принял крещение. И в конце августа, это был 2009 год, мы с родителями убирали картошку у нас на даче. И вот я последний остался там, докопал свою грядку, и мне так что-то больно стало внутри этой внутренней тоски, переживаний вот этих всех. Я поднялся у нас на второй этаж дома и начал просто молиться. И сказал, Господь, если Ты меня избавляешь от вот этого состояния, всю жизнь я посвящаю Тебе. Это первое было. Потом я решил на следующий день, это была суббота, поговорить с молодежным лидером просто о всех внутренних переживаниях. Поговорил, сказал, он меня поддержал, сказал, у тебя два пути, либо ты Богу будешь служить, либо будешь таким теплым человеком, христианином. Ушел, пришел, ничем не занимаешься. Я думаю, я же уже выбрал вроде бы посвятить себя Богу. И вдохновился тоже после этого. А через четыре дня у нас после этого была молитва молодежная и была сестра, через которую действовали дары. Она ко мне подошла и начала мне пророчествовать. И три таких вот мысли основных были в этом пророчестве. Первое, что я возлюбил тебя любовью вечной. И меня настолько это коснулось, пронзило, думаю, вот это да, вечной любовью. Рядом брат молился, я хотел ему сказать, ты слышал, как меня Бог любит? А тебя так любит или нет? Но знаете, я, слава Богу, так не сделал. Мудрости хватило. Второй момент был, размышляй о моем царстве. Вот когда проходишь трудности, переживания на этом жизненном пути, размышляй, куда ты идешь и что будет за этим стоять. А третье было, ты стал на узкий путь. И для меня это был такой как бы немножко шок. Я думаю, я же на всех собраниях в церкви. Вроде все, что могу, делаю. Почему только сейчас стал на узкий путь? И лично я пришел к такому выводу, не знаю, как у вас богословие, но я к такому вот выводу пришел, что я становлюсь на узкий путь, когда я посвящаю свою жизнь Богу. И Христос сказал, кто хочет следовать за мной, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мной. Я понимаю, без посвящения вот нет и этого узкого пути. И вот три момента вот эти прошли за одну неделю и прошло после этого два месяца. И я даже не заметил, как вот это состояние тяжести, оно спало. И слава Богу, что вот я удивляюсь тому, как Бог просто ведет и как Он творит. Знаете, я за эти семь лет, чуть-чуть больше, ни разу не пожалел о том, что я выбрал вот этот путь, встал на это решение. И немножко об учебе тоже хочу сказать. Меня отчислили из колледжа, но вот два года назад или полтора года назад мы сдавали экзамены, госэкзамены, и у меня получилось так, что один на десятку, второй на девятку. И я не хочу себя показать, но просто прославить Бога тем, что Бог даже вот нашу глупость какую-то, мою глупость, которая у меня была, Он обратил во благо. То есть не то, чтобы дал мне второй шанс и помог его исполнить, сделать правильно. И за это слава Богу. И последнее, о чем я хочу рассказать, это окрещение Святым Духом. Когда я пришел в церковь, нам сразу начали об этом говорить. И вот у нас собралось четыре или пять человек, которые не были крещены, новообращенные. Мы начали молиться, один брат получил крещение и вместе с этим исцеление плеча, потом другой брат получил, а я не получал. И вот прошло полгода или семь месяцев, я думаю, как-то разочаровался немножко, думаю, Господь, а я чем хуже? Почему они получают, а я вот не получил? И наступил 2010 год, по-моему, это было 9 января или 8 я уже не помню, суббота, я просыпаюсь ночью, 5 утра было, но я тогда не знал. В воскресенье мне нужно было идти на работу, 2 через 2 у меня был график, и я думаю, завтра на работу, надо выспаться. Я полчаса ворочаюсь, пытаюсь заснуть, не получается. Мне уже сказали, что Бог порой ночью будет, чтобы помолиться. Я думаю, буду молиться, пытаюсь молиться, аллилуйя, слава Богу, аллилуйя, слава Богу. Я понял, что, наверное, не так молиться нужно. У меня была сестра одна, с которой мы работали вместе в магазине, и она говорила, как Бог ее тоже разбудил вот так ночью, и она спросила, зачем молиться, оказалось там, а племянница, она начала племяннице молиться, и потом узнала, что в этот момент племянница рожала. Я думаю, ну хорошо, может Бог за кого-то пробудил молиться. Я минуту лежал, думал, какой-нибудь человек, мысль, ничего не пришло. Думаю, спрошу у Бога, о чем мне молиться. Перевернулся на спину, и так говорю, Господи, о чем мне молиться? И вот в этот момент начались сверхъестественные вещи происходить. Я до этого не переживал такого, и после, наверное, тоже вот настолько сильно. Как будто сам Бог пришел, и вот сел на мою кровать. Настолько было чувство Божьего присутствия, и мне казалось, что я все, что угодно могу сделать. Настолько это было сильно, настолько внутри была радость, настолько блаженство, и я слышу голос, ясно, конкретно, говори иными языками, и я отвечаю мысленно, так я ведь не умею. И вот когда я так мысленно сказал, другие вещи начали происходить. Меня начало просто наполнять, мою грудь начало воздухом наполнять, такой жар на груди, и я слышал, как гудит ветер, то есть ушами слышу, как гудит ветер. У нас все закрыто, ни сквозняков, ничего. Мне сразу вспомнилось место издеяния, что как бы великий шум с неба был, и вот такое, меня начало наполнять, я думаю, вот это чудеса, думаю, быстрее бы утро пришло, расскажу всем, что происходило. И я думаю, ну вот все это происходит, ну удивительно, но я ж не говорю еще. И какой-то момент пришел, я не знаю, наполнился, наверное, и вот сам дух, в римлянах есть такое место, сам дух ходатайствует за нас, воздыханиями неизреченными. И вот сам дух начал ходатайствовать, произносить какие-то слова. И я вот лежал, боковым зрением вижу, мой брат проснулся на соседней кровати, смотрит на меня, он неверующий, потом назад лев спать. И я помню, осознанно, когда сказал одну фразу, то все это прекратилось. Побежал потом на кухню молиться, увидел, что было 5 часов утра. Вот таким чудесным образом Бог сделал. И наш Бог велик, вчера, сегодня, во веки тот же. Не знаю, почему меня таким образом, но если кто-то из вас, что-то такое проходит, не отчаивайтесь, не унывайте. Наш Бог великий, наш Бог сильный. Аминь.